С чем связано возникновение отеков на лице? Какие заболевания могут проявляться таким симптомом? Что можно предпринять для улучшения своего здоровья и уменьшить выраженность отеков? Досмотрите этот выпуск и вы обязательно узнаете все необходимые ответы. Одна из основных причин – это несбалансированное питание, когда в привычном рационе доля свежих и термически обработанных овощей недостаточно. При этом нарушается баланс повареной соли и таких важных электролитов, как магний и калий. Именно они конкурируют с натрием и способностью выведению жидкости из организма. Поэтому нужно увеличить потребление овощных блюд. Для усиления лечебного действия следует ограничить количество повареной соли или вовсе отказаться от нее. Проблемы каких органов ведут к появлению отечности на лице? В первую очередь это почки. В основном только от их функционирования зависит выведение жидкости. В процессе фильтрации крови образуются два типа мочи. Первичная, которая отправляется на еще один круг концентрирования, и вторичная моча. Именно она и выделяется при мочеиспускании. При нарушении функции почек эти процессы замедляются, а жидкость начинает задерживаться в организме. Дополнительно на эти процессы большое влияние оказывает печень. И если имеются проблемы одного из этих органов, можно с уверенностью предположить и проблемы с другим. Как нужно питаться, чтобы избавиться от отеков? В частности, спорным моментом остается белковая составляющая повседневной пищи. С одной стороны, белок не приводит к задержке жидкости в организме. С другой, он сильнее всего нагружает почки в связи с необходимостью выведения продуктов его распада. Соответственно, почки становятся вынужденными переключиться на обезвреживание азотистых соединений. При относительном здоровье этого органа белок станет полезной добавкой. Ограничения обычно касаются только тех людей, в анамнезе которых есть почечные патологии. Поэтому решать вопрос о необходимости ограничений в обычном рационе следует только с врачом. Зачем организм удерживает воду? На фоне заболеваний почек и печени, он не может своевременно избавляться от вредных соединений и нежелательных веществ. Вода является универсальным растворителем. Поэтому, разбавляя токсины водой, организм смягчает их негативное влияние на клетки тела. При параллельном употреблении белковых и особенно жареных блюд, эти процессы будут усиливаться. По каким причинам возникает отечность на лице у мужчин? Чаще всего такие явления наблюдаются при нарушениях функции предстательной железы. Определить их тип и степень тяжести сможет только наблюдающий врач. Поэтому при нарастающих отеках рекомендуем как можно скорее пройти необходимое обследование. Не забывайте, от здоровья именно этого органа зависит ваша мужская состоятельность. Кроме того, небольшие проблемы нередко достигают значительной тяжести вплоть до онкологии. Что еще приводит к отечности? Таким заболеванием становится снижение восприимчивости клеток к действию инсулина и последующее развитие сахарного диабета. Почему это происходит? Потому что организм будет стремиться к разбавлению крови водой во избежание гипергликемического кризиса. Человек начинает много пить и часто посещать туалетную комнату. Все в комплексе приводит и к отечности тканей, особенно на фоне имеющихся нарушений в функциях почек. Что можно сделать в подобных случаях? Во-первых, не заниматься исключительно самолечением. Конечно, методиками народной медицины можно дополнять медикаментозную терапию. Но назначать препараты должен непосредственно врач. Важно понять, что пренебрежение лекарственными средствами или их самостоятельная отмена в сочетании с не самым правильным питанием при развитом диабете приведут к острому состоянию. В зависимости от типа процессов, сами нарастания кризов будут отличаться. Но в конечном итоге можно легко довести себя до кетоацидоза и последующего гиперосмолярного состояния в виде диабетической комы. Поэтому внимательно следите за своим самочувствием. Желаем вам никогда не испытать ничего подобного. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Была ли эта информация полезной для вас? И какие изменения вы планируете ввести в свой образ жизни?